На мероприятие были приглашены школьники, студенты Ростовского автодорожного колледжа, учащиеся в станции юных техников. С приветственным словом перед гостями выступила Светлана Борисовна Гречко, начальника дела по делам молодёжи казачества и связи с общественными организациями. Вы знаете, я очень люблю находиться в нашем краеведческом музее, потому что эти стены пропитаны историей. Нашей историей, нашей родной страны и нашего края, она у нас большая, многогранная, и очень важно знать, что происходило с нами, потому что зная нашу историю, зная свои корни, зная чьи и все, что прошли наши деды, прадеды, какое наследство нам досталось, конечно, мы можем говорить о будущем. Это очень важно, потому что за нашими плечами нашего народа, двухтысячная история, мужество и героизма, нам есть кем гордиться, есть чем гордиться. Я хочу пожелать, чтобы вы сегодня провели это время с пользой, с интересом, познакомились с интересными людьми, конечно, для себя что-то новое узнали, почерпнули в будущем. Спасибо. Тема войны – вечная боль и незаживающая рана. И в нашем районе есть семьи, где не понаслышке знают, что такое война. Почётным гостем мероприятия стал ветеран войны. В Афганистане – председатель районного света ветеранов, председатель района общественной организации ветеранов боевых действий Саланг Виталий Акбарович Ташпулатов. – Всех, кого коснулась война, чеченских ребят и семьи, чтобы все были здоровы, крепки, чтобы не было войны, потому что мы понимаем, что такое война. И мы её не хотим никогда, и вам не желаем, чтобы всё время жили в мире, отсутали войну срочку. Это нормальное состояние для мужчин. И домой пришли работать с семьёром, заводить детей. Вот это для нас самое главное. А остальные ребята, вы должны понять это. Спасибо за внимание. Ведущие познакомили гостей мероприятия с историческими событиями войны в Афганистане, а также рассказали о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли наша стойкость и благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу. Конечно же, помимо тех, кто не вернулся домой из далёкого Афганистана, останется в памяти земляков название улиц в родном селе и мемориальной доске на здании школы, где прошли счастливое детство и юность. В ночь на 27 декабря советский десант высадился в столице страны Кабули и штурмом взял дворец диктатора Амина. На следующее утро в Кабу начали прибывать наши войска. До 1 января 1980 года в Афганистан было введено около 50 тысяч военнослужащих. В январе 1980 года в Афганистан было введено ещё две мотострелковых дивизии. Общая численность войск составила 80 тысяч человек. Ребята уходили служить в армию, и многие родители не знали, что их сыновья отправлены в далёкий Афганистан. Из письма майора Анатолия Дельтьярова, пропагандиста артполка. Глядишь на убитого и думаешь о его матери. Я вот знаю, что её сын погиб. Может, она в эту минуту сидит на свадьбе, сказать ей. Ещё хуже, упал в реку или в пропасть. Тело не нашли. Матери сообщают, пропал без вести. Чья это была война? Война матерей. Они воевали. А народ не страдал. Народ не знал. А когда десятиклассница Марина Демянник рассказала о своём дяде, офицере Алексее Демяннике, героске погибшим при выполнении боевого задания в зале стояла звенящая тишина. Все сопереживали взволнованной девушке. Далее память погибших почтили минутой молчания. Гости не расходились. И после завершения мероприятия подолгу стояли у экспозиции, где представлен краеведческий материал об участниках афганской и чеченских войн.